Фестиваль прессы «Вся Россия» последние годы традиционно проходит в Сочи. И традиционно же в его рамках проходит встреча журналистов с главой города Анатолием Пахомовым. На этот раз темой для разговора стал постолимпийский Сочи с его новыми возможностями. Сегодня город-курорт Сочи, один из лучших курортов мира. Материально-техническая база, именно спорт, дал нам впервые за всю историю курорта Сочи, дал нам возможность быть круглогодичными. Пользуясь случаем, я хочу, чтобы вы это рассказали. Роль каждого из вас нам очень дорога. Кстати говоря, Сочи получил массу комплиментов от Акулпера. Журналисты отметили чистоту, благоустройство города, ну и, конечно, развитую инфраструктуру. Под впечатлением остались и представители крымской прессы. Прогуляясь на днях с своими коллегами по городу, мы просто не переставали удивляться и восхищаться. Роскошный город. Вот мы идем и мечтаем, чтобы у нас крым-грым однажды так же превратился в такую же жемчужину. Впрочем, встреча с журналистами одним рассказом о новых возможностях Сочи не ограничилась. Она плавно перешла в формат пресс-конференции. Журналисты со всей страны задали Анатолию Пахомову массу вопросов. Они касались и перспектив развития курорта, и личной жизни мэра Олимпийской столицы. Корреспонденты отметили открытость главы города для прессы, чего порой так не хватает в регионах. Два часа отвечал на вопросы. Это желание найти сподвижников, найти людей, которые помогали бы этому проекту, который называется «Большой Сочи». То знание проблем, которые Анатолий Николаевич сегодня явил, наверняка это свойственно любому главе муниципального образования. Но та боль, то сопереживание, то погружение в проблемы, которые он сегодня нам показал, это действительно вызывает восхищение и глубокое уважение. Не случайно сегодня люди столько комплиментов сказали мэру. Уже после окончания встречи журналисты еще долго не отпускали мэра, общались и фотографировались. И пообещали на страницах газет и журналов оставить только положительные отзывы о пребывании в Сочи. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.